продолжается дневной разворот на эхе москвы 15 35 столице инвентаризации да и у нас уже на прямой связи из кирова никита юрьевич белых губернатор кировской области здравствуйте добрый день какие-то вас люди из работы люди ходят и вижу там пытаются выдернуть у вас там провода какие-то у вас сегодня важное событие насколько я понимаю и для вообще для руководства кировской области для правительства вы сегодня выступали с посланием да но социально-экономическом развитии губернатор кировской области начали кирович там послал кого-то рассказал о том куда как будет развиваться да значит ну я думаю что надо для слушателей сказать что есть несколько форматов таких больших публичных выступлений руководства региона перед депутатами и перед общественностью это прежде всего три мероприятия первое это ежегодное послание социально-экономическом развитии это то что заложено в уставе и в законе губернаторе второе это отчет о работе правительства по итогам соответствующего года и третье это бюджетное послание послание социально-экономическом развитии бюджетное послание разные документы бюджетное послание но как раз делается уже в процессе формирования представления бюджета в законодательное собрание где указываются те основные вопросы которые связаны с формированием бюджета финансовой дисциплины основные там планы по доходам и расходам послание в том числе которые я сегодня делал но касается таких что называется более может быть там глобальных идеологических вещей вот поэтому кроме того естественно существует еще форматы разных правительственных часов отдельных мероприятий с законодателями но я лично вот послание социально-экономическом развитии рассматриваю как такой основополагающий документ на основе которого уже строится в том числе и нормативная и нормотворческая работа как правительство области так и работа в том числе комитетом законодательного собрания поэтому но то есть другими словами это не итоги это планы на будущее да и итоговая кстати у нас будет в на майском заседании законодательного собрания то есть буквально через месяц будут подводиться итоги работы правительства в 2012 году вот там будет много графиков схем таблиц там что за было запланировано что было сделано статистическая разного рода информация сегодня послание но делалось без картинок что называется хотя цифры в докладе естественно тоже фигурировали ну смотрите никита юрьевич возьмем предположим демографию да вот я просто буквально цитирую ставлю задачу перед правительством кировской области 2015 году выйти на естественный прирост населения да правительство будет выкручиваться нет значит на самом деле динамика вообще это можно планировать ну наверное можно не просто можно это нужно планировать то есть на самом деле понятно что если мы говорим о таком ключевом для регионе показатели как численность населения мы понимаем что к показателю численности населения привязано вообще социально-экономическое развитие территории понятно что к социальной понятно что численность населения зависит не только от демографических процессов но и от миграционных Но с миграционными процессами как раз задача, может быть, стоит более сложная. А в части демографии рождаемости и смертности там вполне понятный набор мероприятий. И более того, мы последние несколько лет демонстрируем действительно хорошие темпы, как с точки зрения увеличения рождаемости, более высокие темпы, чем в среднем по стране, и достаточно хорошие темпы по снижению смертности. То есть мы, в отличие от некоторых регионов, потому что есть в стране регионы, которые уже перешли к естественному приросту, мы пока по итогам 2012 года этого не достигли, хотя у нас уже сейчас естественный убыль минимальная за последние 20 лет. Но задача стоит в том, чтобы динамику, которая достигнута и в части рождаемости, и в частности смертности, сохранить. И в этом случае мы действительно в 2015 году сможем выйти на естественный прирост населения. Так а все-таки инструменты какие? Это, я не знаю, льготы, предоставление жилья многодетным семьям? Значит, большое количество инструментариев. Если мы говорим о рождаемости, то здесь это действительно поддержка многодетных семей. Это и работа по профилактике абортов, это и комплекс работы по экстракорпоральному оплодотворению. Это еще, скажем, целый ряд вопросов, которые лежат в сфере как здравоохранения, так и социальной защиты. Если мы говорим о снижении смертности, то здесь вопросы и в части здравоохранения мы реализуем проекты по лекарственному страхованию, которые направлены на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые у нас занимают первое место в структуре смертности. Мы, естественно, говорим о снижении алкоголизации населения, которое играет очень серьезную роль, особенно с точки зрения смертности в трудоспособном возрасте, что является особо такой неприятной, я бы сказал, составляющей. То есть комплекс мер понятен, то есть более того, значительная часть этих мероприятий, она может и должна реализовываться на уровне муниципалитетов. И сейчас уже практика показывает, что есть муниципальные образования, которые с этой работой справляются, есть муниципальные образования, которые уже сейчас демонстрируют естественный прирост населения в Кировской области, есть те, кто еще не дорабатывает. Поэтому эта тема у нас звучит на каждой встрече с муниципалитетами, в каждой моей поездке по районам мы эти темы обсуждаем отдельно, поэтому то, что прозвучало сегодня в послании, это было некое обобщение тех материалов и той информации, которая доводится до руководителей муниципальных образований, до соответствующих структур, когда мы проводим наши рабочие совещания. Да, я считаю, что это очень хорошая и яркая задача. К 2015 году Кировская область должна выйти на естественный прирост населения. А уровень благосостояния и уровень рождаемости, это связанные же, наверное, вещи, да? Прямой корреляции нет. Значит, мы на самом деле делали не так давно очень большое социологическое исследование тех женщин, которые более трех тысяч респондентов, те женщины, которые находились на учете как беременные. Им задавался целый ряд вопросов, касающихся и вопросов имущественного характера, и вопросов медицинского характера, и вопросов психологического плана. Надо сказать, что прямой связи благосостояния с рождаемостью нет. Потому что если бы это было, то тогда у нас самая высокая рождаемость была, как вы знаете, в странах с высоким уровнем дохода. Если вы посмотрите и европейские страны, значит, развитые, и Соединенные Штаты, и другие страны, которые... У них очень... Нет, секундочку. То есть, я вас уверяю, Кировская область находится по рождаемости между Бельгией и Испанией. Так, чтобы было понятно. То есть, вот, на самом деле, наиболее высокую рождаемость демонстрирует демократическая республика Конго, значит, и ряд других стран, значит, с уровнем доходов гораздо более низким. Там просто не слышали о противозачаточных средствах. Там другая причина. То есть, там большое количество детей играет роль в том числе и пенсионного обеспечения, и создание благополучия для людей в пожилом возрасте. Дело не в этом. Я просто к тому, что темы, о которых мы говорим, то есть, это темы, которые постоянно обсуждаются в формате правительства и в формате рабочих совещаний. Они сейчас уже представлены в виде комплексной программы, и там на сегодняшний день у меня нет сомнений, что мы можем эти планы выполнить. Ну и у вас сегодня, насколько я понимаю, прозвучали обещания повысить зарплату бюджетников, работников бюджетной сферы, медикам? Значит, естественно, поскольку вы знаете, что уже там ровно год назад, 7 мая 2012 года, был принят целый пакет указов президента, так называемые майские указы президента, где значительная часть указов относилась как раз к вопросам, связанных с повышением заработной платы работников бюджетной сферы. По каждому из направлений, по системе здравоохранения, по системе образования, по работникам культуры принимается дорожная карта, которая там показывает и, соответственно, фиксирует обязательства региона по поводу того, до какого уровня, в какие годы должна быть повышена заработная плата. В привязке к средней заработной плате по региону. Понятно, так? То есть, сколько процентов от средней заработной платы по региону. Поскольку по целому ряду показателей ключевой точкой является 2018 год, то мы не можем просто сказать, что ничего не знаем, в 2018 году планы будут выполнены. Наша задача показать, каким образом заработная плата будет меняться до 2018 года, что будет сделано в 2013, что будет сделано в 2014 и в 2015 годах. Я говорю про эти три года, потому что эти три года являются горизонтом бюджетного планирования. Значит, поэтому я действительно в своем послании говорил о том, каким образом сейчас выполняются указы. И особое внимание этому посвящу как раз в ходе отчета по итогам 2012 года. Пока мы идем в планах, мы выполняем те обязательства, которые были взяты по повышению заработной платы работников разных отраслей, потому что они еще внутри отраслей жидельца. Понятно, мы говорим, допустим, система здравоохранения. Есть врачи, есть среднемедицинский персонал, есть обслуживающий персонал, технический. Точно так же, как в системе образования, есть работники детских дошкольных учреждений, есть дополнительное образование и так далее. Поэтому вся эта информация также была представлена. И, естественно, в послании я обозначал, что те задачи, которые мы поставили, мы их реализуем. Хотя, надо честно признать, это большая нагрузка для региональных бюджетов, собственно говоря, которая сильно сокращает возможности, касающиеся формирования неких бюджетов развития. Но задача такая есть, и действительно уровень доходов в бюджетной сфере необходимо повышать. Ну а все-таки с этими бюджетами развития как быть? Потому что есть мнение, что у нас самый популярный способ за решение вот этих социальных проблем, это просто, так сказать, деньгами их потушить эти потенциальные конфликты? Я думаю, здесь достаточно большая роль отведена как раз регионам и муниципалитетам, поскольку потенциал просто накачивания той или иной отрасли сферы деньгами, он уже по факту исчерпан. То есть на сегодняшний день возможности увеличивать дополнительно сверх доходы в тех или иных сферах уже не представляется возможным. В то же время, как показывает практика, увеличение вливаний в эти сферы не дает однозначного повышения эффективности этой сферы. И, соответственно, более того, повышение эффективности в этих сферах, оно связано, ну, будем так говорить, с мерами, может быть, не очень популярными и не очень приятными, но которые проводить точно нужно. То есть если мы говорим о необходимости повышения эффективности выработки, то есть на одного работника бюджетной сферы, это связано... Вот в Кировской области что-то подобное предполагает? Естественно, есть. А у нас других вариантов, опять же, нет. То есть мы не можем просто увеличивать фонды оплаты труда в тех или иных сферах, не проводя никаких реструктуризаций и оптимизаций. Другое дело, что это процессы, а, еще раз говорю, не самые приятные, но которые нужно делать, б, эффект от которых будет не сразу возникать, а в неком отложенном режиме. То есть понятно, что если ты говоришь о необходимости оптимизации, допустим, сети образовательных учреждений, да, но для этого тебе надо тогда строить новые полноценные школы, полнокомплектные, да, с интернатами, со всей инфраструктурой, которая бы позволила, да, в этом случае действительно там сократить какое-то количество там малокомплектных школ. Но для этого тебе сначала надо вложиться, для этого тебе сначала надо понести очень серьезные затраты, очень серьезные затраты, связанные с инфраструктурой, с тем, чтобы действительно убедить население в необходимости этих мероприятий. И только потом можно будет говорить, через несколько лет, о неком отложенном эффекте, который возник в результате этих действий. Напомню, Никита Белых, губернатор Кировской области. Если, опять же, я правильно понял, у вас в послании прозвучало, как бы сказать, план развивать авиаперевозки в регионе. То есть, внутренние. Это что? Мне кажется, внутри региона, где есть железные дороги и обычные дороги, для чего нужна авиация? Значит, во-первых, надо для себя представлять, а, масштабы региона, б, транспортную доступность. Я могу сказать, что на сегодняшний день в Кировской области есть территории, которые не связаны автомобильными дорогами, даже в нормальных условиях, не говоря уже... На как там люди живут? Вот как они живут. Вот так они и живут. Кто-то, скажем, пользуется действительно железнодорожным транспортом, кто-то пользуется временными какими-то там сооружениями. То есть, до сих пор два района Кировской области, Подосиновский и Лузский, не соединены автомобильными дорогами с областным центром. Раньше было три. Мы Апаринский район соединили. В этом году мы должны Подосиновский соединить. То есть, еще остается Лузский район, который... То есть, дорога все-таки строится. Дорога строится, да. Задачи такие стоят, но я подчеркиваю, что, когда мы говорим о связи районов, это еще не означает связи всех населенных пунктов районов. Взять, допустим, Верхнекамский район, изменились площадью 10 тысяч квадратных километров. Это один муниципальный район. То есть, и то, что с районным центром автомобильное сообщение есть, не означает, что оно есть со всеми муниципальными образованиями этого района. Поэтому на сегодняшний день, поскольку вообще тема авиаперевозок сейчас развивается достаточно активно, вы знаете, мы на эту тему говорили, что с 1 апреля в Привозском федеральном округе реализуется пилотный проект по организации межрегиональных перевозок. То есть, на сегодняшний день из Кирова летают самолеты в Пермь, в Нижний Новгород, в Ижевск, в Уфу. С 1, если не ошибаюсь, мая будут летать в Казань. А через эти, соответственно, города со всеми другими городами Привозского федерального округа, включая там Оренбург, Саратов, там Самару, авиасвязь обеспечена. Сейчас ряд муниципальных образований подняли вопрос о возможном реанимировании тех внутрирегиональных авиаперевозок, которые существовали в советское время. Значит, на территории области есть несколько аэродромов. Конечно, там речь идет о небольших самолетах, то есть не о высокой частотности перелетов. — Но ведь можно себе представить, в каком состоянии эти аэродромы сейчас? — Вот как раз сейчас идет инвентаризация. Вот сейчас идет инвентаризация и актуализация. Как ни странно, оказывается, что некоторые аэродромы находятся в достаточно нормальном состоянии. Понятно, что там и требования несколько ниже, еще раз говорю, они не Боинги там большие принимают, а небольшие самолеты. — Но и не кукурузники. — А, и кукурузники, в том числе. — Нет, и кукурузники. — В том числе. — Конечно, да. То есть там АН-2, то есть там вполне как рабочий самолет здесь может рассматриваться. Если мы найдем здесь понимание и поддержку со стороны муниципальных образований, то мы предлагаем в качестве пилота вот такие авиамаршруты возобновить. С тем же принципом или в том же принципе, в каком он существует в формате перевозок в Прилосском федеральном округе. Когда покупатель оплачивает часть, допустим, до половины реальной стоимости билета, а вторая половина компенсируется частично региональным бюджетом, частично муниципальным. В случае с перелетами в ПФО у нас половина, собственно, платится самим пассажирам, а 25% компенсирует региональный бюджет, 25% — федеральный. Понятно, что здесь мы федеральный бюджет к внутрирегиональным перевозкам не привлечем, но если муниципалитеты готовы и считают для себя важным организацией вот таких внутренних перевозок, то мы, я думаю, пойдем навстречу и такие проекты сможем реализовать. — Если ваш план, ну вот это вот послание, оно как бы рассчитано на ближайшие несколько лет, правильно я понимаю, что вы не передумали идти на второй срок и еще, по крайней мере, несколько лет оставаться во главе Кировской области? — Это вопрос отдельный, он не связан непосредственно с тем посланием, которое я делал, хотя в начале послания... — Подождите, все о том, о чем вы говорите в послании, это же вы как бы говорите, что будет действовать для вашей команды, ваша команда будет... — Конечно, именно поэтому я начал послание с того, что мы, с одной стороны, подводим определенные итоги и обозначаем задачи на перспективу, и всегда как бы повторяю, что у нас есть стратегическое видение и понимание развития нашей области как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, есть силы для того, чтобы эти начинания реализовывать. Поэтому, конечно, говорить о том, что давайте я сейчас буду говорить только о ситуации на середину января 2014 года, глупо, да? То есть мы должны четко поставить наше видение и приоритетов, и направлений по всем вопросам, связанных с социально-экономическим развитием территории. — Спасибо. — Я бы вот еще в послании отметил одну очень важную вещь. Еще раз говорю, послание, оно характеризует наши основные движения. Вот в этом плане я бы особое внимание уделил тому, что мы хотим сделать в плане информатизации. Значит, вопросы, связанные с устранением цифрового неравенства, это вопросы, на наш взгляд, не только технологического характера, вопрос не только в том, чтобы кабель провести, не только в том, чтобы организовать возможность приема сигнала, но и обучение людей. То есть отдельно в послании я сказал, что мы будем реализовать проект с таким названием, которое может быть улыбкой звать, там, сельский интернет. То есть это, собственно говоря, задача, которая предполагает не только техническую возможность для сельских населенных пунктов, значит, небольших поселений иметь возможность пользоваться интернетом, но и обладать соответствующими навыками. Поэтому стоит задача, если сейчас у нас в год проходит обучение и получает квалификацию, там, компетенцию для работы, там, с компьютером, с интернетом, около 8 тысяч, но это по итогам 2012 года. То есть сейчас задача Департаменту информационных технологий поставлена и по 2013, и по следующим годам. Не менее 40 тысяч человек в год должны такие обучения проходить. Нормы спортивной подготовки для школьников возвращаются. Ну вот в Министерстве образования говорят, что это будут не нормы ГТО, а что другое, но тем не менее, как вы считаете, нужно это наше? — Я считаю, что да. То есть вот тут действительно я видел выступление Игоря Ремаренко по этому поводу, так, заместителя министра. Значит, он сказал о том, что там, понятно, что нормы будут гибкими и разными, там, для разных регионов, в зависимости от особенностей. Но то, что вот такое... — Я икутов не буду заставлять плавать. — Ну, хорошо, ладно. Я думаю, что и в Якутии можно плавать, дело не в этом. Я хочу просто сказать, что... — У нас малые авиации будут их возить. — Загружено будет, да. — Там, где теплее. — Да, я считаю, что сама идея, значит, направленная... Она созвучна идее популяризации здорового образа жизни и спорта как такового. То есть я, кстати, об этом сегодня тоже и в своем послании говорил, да, потому что мы можем сколько угодно говорить про здоровье в формате работы медицинских учреждений, но медицинские учреждения, система здравоохранения — это там 20% составляющих от здоровья. Все остальное — это здоровое питание, здоровый образ жизни, занятие физической культурой и спортом, соблюдение там банальных там правил безопасности и всего остального. Поэтому я двумя руками за то, чтобы вот такая система, там, физкультурно-оздоровительный комплекс, да, который собираются вести, существовала. Но здесь, естественно, как бы надо будет очень внимательно подойти к теме общественных обсуждений, потому что у нас зачастую бывает, что там принятие каких-то одних решений ведет к неким перекосам, да, и получается, как в известных... Хотели как лучше, получили как всегда. То есть поэтому при должном общественном обсуждении, при должном системе подходе сама идея внедрения вот таких стандартов и популяризации физической культуры и спорта, я считаю, очень правильное мероприятие. — Ну, есть и другое мнение, вы знаете, сейчас буду говорить, как Геннадий Андреевич, что происходит такая какая-то тенденция к массовому оглуплению народа. То есть вот не получится так, что останется в школе физкультура, там, труды и ОБЖ. — Да вот я как раз об этом и говорю. — Даже и так уже уроки физкультуры, они как-то, ну, не то что много их. — Слушайте, вот я абсолютно уверен, что у нас нет перекосов, связанных с избыточными уроками физкультуры. Мое глубокое впечатление, да, и ощущение, что вот нам с физической культурой это надо еще ситуацию расширять. Я знаю, как это происходит в других странах, да, я там имел возможность посмотреть, как организована система обучения. Такого количества занятий физической культуры, которые существуют в странах, которые принято называть развитыми, нам и не снились. То есть там, еще раз говорю, это вопрос ведь не только, значит, о владении какими-то физическими навыками. Это вопрос здоровья подрастающего поколения. Это вопрос, вообще, скажем, формирования некой психологии, заботы о своем здоровье. Это там состязательность, это масса других элементов, на которых экономить нельзя точно. — Все это прекрасно. Вот, предположим, у нас школа в центре, да. Представляете себе спортивная площадка в центре Москвы. Там буквально несколько метров на несколько метров. Вот какое там здоровье сейчас начнется. — Ирина, я поэтому, если вы заметили, я сказал, что я поддерживаю саму идею, то есть считаю, что там необходим очень серьезное ее общественное обсуждение и комплексный подход. Я ровно о тех вопросах, о которых вы говорите. Просто, что называется, я думаю, что если мы будем пытаться саму идею похоронить под вопросом о том, что, значит, неудобная площадка для занятий, но мы так далеко не уйдем. То есть надо все-таки для себя решить, что мы считаем важным здоровый образ жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди школьников, и для этого, скажем, в том числе создание системы физкультурно-здоровительных комплексов или нет. Если да, то тогда все остальные действия, связанные в том числе с созданием спортивных учреждений, со строительством спортивных залов для школ, должны этому подчиняться. Почему-то, когда происходят какие-то события, не дай бог, что называется, как в Подмосковье, с интернатом или еще что-то, мы же не обсуждаем, а надо или не надо, значит, вот те или иные форматы пожарной безопасности осуществлять. Мы это принимаем как факт, как то, что нужно делать. Вот и все. Спасибо большое, Никита Белый, губернатор Кировской области, в прямом эфире на Эхе Москвы. Через несколько минут дневной разворот продолжим. Евгений Григорьевич Ясин в тектоническом сдвиге. Спасибо.